Добрый день! И, наверное, уже лед будет скоро растоплен. Мы готовили и собрали вас в преддверии открытия шестой международной туристской выставки «Интермаркет-2011». Наша пресс-конференция организована при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики и дирекции выставки «Интермаркет-2011». Сегодня в нашей пресс-конференции принимают участие Назина Надежда Александровна, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики. Писаревский Евгений Леонидович, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по туризму. Шпилько Сергей Павлович, председатель комитета по туризму правительства Москвы. Куделя Евгений Владимирович, руководитель департамента комплексного развития курортов туризма Краснодарского края. И директор выставки «Хоточкина» Ольга Викторовна. Пожалуйста, Надежда Александровна, вам слава. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим пресс-конференцию, посвященную международной туристской выставке «Интермаркет-2011», которая будет проходить в Крокус-Сити с 12 по 15 марта. Одной из важных составляющих обеспечения реализации государственной политики в области развития туризма является создание современных эффективных механизмов пропаганды и продвижения туристских возможностей в нашей стране. Вот именно на интермаркете, соответственно, эта работа и будет проводиться. В современных условиях информационно-пропагандистская деятельность становится одним из важнейших инструментов, направленных на укрепление политических и экономических позиций государства-экспортеров туристских услуг в различных регионах мира. Значит, соответственно, способствует инновационному развитию экономики и привлечению инвестиций в отрасли. В этом году выставка будет проходить в шестой раз. В экспозиции активное участие принимают практически все российские регионы. В этом году будет представлено 80 субъектов Российской Федерации. С масштабными экспозициями традиционно выступают Алтайский край, Краснодарский край, Ростовская область, Кавказские минеральные воды и многие другие. И, соответственно, с большим стендом будет участвовать город Сочи, представляя город как Олимпийский город 2014 года. Большим стендом, как я уже сказала, будет город Сочи. С каждым годом увеличивается качество зарубежных участников. В последние годы особую активность проявляют страны Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Болгарии, Турции, Венгрии, Греции и многие-многие другие. Выставка поддерживается, как уже здесь было отмечено, Министерством спорта, туризма, молодежной политики, Наша туристская администрация, Федеральным агентством по туризму, Общественными туристскими администрациями, такими как АТОР, РСТ, и, соответственно, ведущими российскими авиакомпаниями, железнодорожными перевозчиками. В интермаркете на постоянной основе принимают участие Всемирная туристская организация, крупнейшая в мире межправительственная организация в сфере туризма. Выставка интермаркет примет участие более 1200 участников из 135 стран регионов мира. Площадь экспозиции составит более 30 тысяч квадратных метров. Ожидается, что выставку посетят более 75 тысяч человек. Выставка является крупнейшим событием российской туристской отрасли и определяет содержание всех мероприятий туристской тематики, проводимых в нашей стране. Работа выставки на турмаркет всегда ориентирована на профессионалов туристского регионов, бизнеса и направлена на установление прямых и деловых контактов между российскими и зарубежными участниками. Традиционно в рамках выставки проходит программа «Профессиональный покупатель», где создаются льготные условия для всех участников этой программы. Деловая программа интермаркета включает церемонии подписания официальных межведомственных документов о сотрудничестве в области туризма, презентации, вартшопы, семинары и конференции, двусторонние встречи на федеральном уровне, пресс-конференции для журналистов и многое другое. Работа интермаркета освещает международный телеканал CNN. В 2011 году оргкомитет, то есть статус выставки, я считаю, вырос. Оргкомитет выставки возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Дмитриевич Жуков. В рамках выставки пройдет ряд значимых мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития туристской индустрии, привлечения инвестиций в туристскую индустрию, развития государственного частного партнерства, а также мероприятий социальной направленности. В частности, будет проведен круглый стол перспективы развития города-курорта Сочи в период подготовки к Олимпиаде. Семинар будет проведен министерством по классификации гостиниц и иных средств размещения, то есть это внедрение новой государственной системы классификации, направленной на повышение качества предоставляемых услуг в сфере гостиничного бизнеса, горнолыжных комплексов и пляжей. Будет проведено совещание Министерства спорта, туризма и молодежной политики по вопросам реализации федеральной целевой программы развития внутреннего въездного туризма, которая является приоритетом сейчас у нашей страны, это именно приоритет развития внутреннего въездного туризма. Также обучающий семинар будет проведен Всемирной туристской организацией по вопросам эффективного управления развития туристских дестинаций. Я считаю, что это очень важный семинар, он будет очень полезен работникам туристской индустрии, и, соответственно, в рамках которого они смогут получить много для себя нового и современного в развитии и управлении в сфере туризма. Международная конференция будет проведена по особенностям организации отдыха для людей с ограниченными физическими возможностями. То есть социальный блок, он очень важен, он проходит практически красные линии в рамках выставки, и, соответственно, такие важные аспекты, как создание условий для отдыха инвалидов, в рамках выставки интермаркет будет, в общем-то, затронута впервые. Поэтому этому вопросу будет предано очень большое значение. Значит, в рамках выставки пройдет вручение дипломов победителям всероссийского детского конкурса. Значит, это конкурс на лучшие рисунки «Отдыхаем в России». Значит, кроме этого будет проведен большой семинар и презентации по программам дополнительного профессионального образования Ресурсного центра подготовки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма. Значит, в рамках этой презентации программы также планируется презентация интерактивной карты, над которой уже больше года работает РГУТИС и, соответственно, ряд регионов, которые также оказывают содействие в наполнении этой карты. Ну и многие другие вопросы. Поэтому мы всех приглашаем для участия непосредственно в этой выставке. Я полагаю, что на этой выставке не только будет интересно профессионалам, не только они смогут, в общем-то, значит, установить новые деловые контакты, выстроить взаимоотношения, заключить, в общем-то, значит, соответствующие договора, суметь презентовать свои новые туристские продукты и соответствующие бренды. Но и в то же время эта выставка, она также интересна непосредственно для всех граждан, граждан, которые, в общем-то, собираются отдыхать, которые могут посмотреть непосредственно в рамках этой выставки все, в общем-то, значит, туристские возможности, как на территории Российской Федерации, так и предоставляемые непосредственно другими странами, которые также будут позиционировать все свои туристские возможности на данной выставке. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Александровна. Слово и столеется, Иген Леонидович, по советскому. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Федеральное агентство по туризму, одной из основных функций Федерального агентства по туризму является продвижение туристского продукта на внутреннем и на международном рынке. И если говорить о выставке «Интермаркет», то эта выставка, собственно, у создания которой и столько создания стоял Ростуризм, и туристическая общественность, и целенаправленные усилия в настоящий момент Минспортуризма, и Ростуризма, и, собственно, бизнеса привели к тому, что в этом году это мероприятие фактически стало официальным мероприятием правительства Российской Федерации, о чём уже сказала Надежда Александровна, что председателем оргкомитета является вице-премьер российского правительства. Что касается нынешней выставки, можно сказать, что действительно наиболее представительное участие уже будет и подтверждено, как Надежда Александровна сказала, более 80 регионов, практически все, 95% заявок уже получено от субъекта Федерации. Если говорить по статистике, то на имеющейся у нас информации наибольшую площадь занимают регионы Сибирского федерального округа, на втором месте 811 квадратных метров, на втором месте идут Южный федеральный округ 711, на третьем Медицинский центральный федеральный округ. Это вот распределение выставки, где планируется участие на данный момент по предварительной программе около шести руководителей субъектов Российской Федерации. Она наполнила серьезными содержательными мероприятиями и будет давать не только практический эффект, но и, я думаю, методологический эффект для органов власти, если говорить о мероприятиях, связанных с программой развития туризма в регионах ее реализации и с содержательными семинарами по правовому обеспечению туризма. Ну и, конечно же, основная функция – это, прежде всего, продвижение сформированных туристских продуктов. Надо сказать, что в этом году впервые, собственно, по инициативе «Линспорт-туризма» и «Ростуризма» «Росавиация» провела уже комиссию по допуску авиаперевозчиков к перевозкам на летний сезон. И мы надеемся, что уже к началу выставки туроператоры смогут предложить туризмские продукты с основной участием, которой является перевозка, с соответствующими разрешениями «Росавиации», что очень важно, чтобы была определенная стабильность и предсказуемость на ближайший и предстоящий сезон. Вот это такая краткая информация. Что касается некоторых статистических данных, то мы предварительные данные подвели рост туризма. По 2010 году мы отмечаем 10% рост въездного туристического потока по сравнению с 2009 годом. Можно говорить, если выбрать суммировать поездки с целью туризма и служебной, то это около 5,2 миллионов российских туристов. Значит, 35% рост выездного туристического потока по около 13,8 миллионов – это служебные поездки, туристические поездки за границу. Ну и надеемся также на 10% рост внутреннего потока. И цифра уже приближается к 35 миллионам российских граждан, отдыхавших в радиорусской Федерации. Я думаю, что выставка «Интермаркет» станет очень мощным мероприятием в плане стимулирования развития не только выездного и выездного, но прежде всего внутреннего туризма. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Леонидович. Что вы представляете? Сергей Валчиш-Петхов. Уважаемые коллеги, хотел бы присоединиться к уже сказанной Надежде Сану и Евгению Леонидовичу. Действительно, выставка растет, растет ее региональное представительство. И Москва не просто поддерживает эту выставку активно, участвует в ней московским стендом. Но мы программу мероприятий теперь будем формировать с акцентом на «Интермаркет». В учреждении проводят, будут проведены два семинара для гостиниц. Ряд мероприятий будут проведены на направлении общественных организаций, как уже Надя Расан сказал, там направление РСТ будет проведено. Семинар крововой комиссии, консультации и управления, и целый ряд других мероприятий. Хотел бы тоже подчеркнуть, что, на мой взгляд, очень важно, ну и, с одной стороны, повышение статуса, с точки зрения того, что возглавил, наверное, комитет сыграл большую роль в мировой российского правительства. И с практической точки зрения очень важно, конечно, что, я думаю, что здесь немалую роль сыграла работа комитета, выставки, то, что действительно в этом году Росавиация опубликовала список у полномочных компаний для Дуэнтермаркета. Чисто с технической точки зрения, с точки зрения бизнеса это имеет большое значение, тем более, что, прямо скажем, что этот список оказался, надо отдать должному савиации, и, скажем так, более широким, чем мы многим об этом, так сказать, говорили до его публикации, а, соответственно, обстановка будет более конкурентная среда, будет достаточно демократичная обстановка на этом рынке, что очень важно с точки зрения процесса ценообразования. К сожалению, в Москве пока мы не получили еще официальные данные по результатам прошлого года, то есть нам известно пока только цифры прибытий, точно определены цифры прибытий в московские аэропорты через иностранных граждан около 4 миллиона человек, больше, чем в 2008 году, но не дотянули до уровня, больше, чем в 2009 году, но не дотянули до уровня, когда было 3,7 миллиона, но не дотянули до уровня 2008 года 4,1 миллиона, и, можно сказать, откровенно говоря, по большинству показателей, в том числе развития индустрии гостеприимства, в том числе по занятости, по налогам, по инвестициям в основной капитал, ночевкам и так далее. Скорее всего, в этом году еще был однако кризисный уровень до столичной индустрии гостеприимства, по крайней мере, по данным официальной статистики, выйти еще не удастся. Тем не менее, есть и позитивные тенденции, связанные, в первую очередь, с увеличением ввода в новую гостиницу, с увеличением количества средств размещения на 6% номерного фонда. Вводятся такие крупные гостиницы, как один из последних примеров, «Лотоплаза». И это, конечно, будет способствовать. Но, тем не менее, то ведущих стран нам пока еще далеко. В Москве где-то, по официальным данным, порядка 3,5 мест на тысячу жителей, то, скажем, в Берлине больше 11, а в Берлине больше 19. Так что есть на чем работать. И мы, со своей стороны, сейчас разрабатывается программа пятилетняя развития туризма, индустрии отдыха и туризма в столице. И мы надеемся, что эту работу мы будем, не собственно надеемся, а планируем эту работу проводить в максимальном тестовом сотрудничестве с Министерством спорта, туризма и молодежной политики, Ростуризма, нашими коллегами из регионов. И считаем, что «Антомаркет» очень хорошая площадка для того, чтобы продемонстрировать вот эту высокую координацию и взаимодействие. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Петрович. Стратегическим партнером выставки в этом году является Краснодарский край. Слово предоставляет руководитель репортамента Купостного развития курортов туризма в Краснодарском крае Кудили. Евгений Владимирович, пожалуйста. В этом году Краснодарский край берет большую площадь на данной выставке, чем в прошлом году. Позиция губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева однозначно необходимо участвовать в таких мероприятиях и активно участвовать. В этом году все муниципальные образования Краснодарского края, которые являются курортными, они все без исключения примут участие в этой выставке. Для нас в этом году выставка проходит как мероприятие два в одном. То есть у нас отдельным в рамках нашего стенда будет представлен Сочи, то есть это и как город-курорт, и как олимпийская столица. И также все остальные предприятия и территории курорта. Хотел бы сказать, что за последнее время Министерство спорта, туризма, молодежной политики и Федеральное агентство настолько активизировало работу в регионах, что практически никто не остался охваченным. Если вы посмотрите программу этой выставки, это не мероприятие, где все будут ходить в развалочку или там зевать. Это интересная и напряженная работа. Мы впервые получаем такую площадку, где можно переговорить со всеми на любые темы и актуальные вопросы обсудить острые, получить необходимые ответы на вопросы. Поэтому мы всячески рады и поучаствовать в такой выставке, приветствовать ее и сделать хорошие огромные за дел на будущее. Я хотел бы коротко охарактеризовать эту выставку двумя предложениями. Будут все, приезжайте обязательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Несколько слов, конечно, директору выставки. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы хотела обратить ваше внимание все-таки к программе, которая того, что обменули, которая действительно очень насыщена и интересна. И многие ее пункты демонстрируют социально ответственное отношение организаторов выставки к туриндустрии в целом и к России вообще. Давайте остановимся на нескольких моментах, которые, наверное, являются уникальными для российских выставок. Потому что об этом надо говорить. Добро должно быть с кулаками. Я поняла, что то, что мы скромно молчали в течение пяти лет о том, что реализуются такие серьезные программы, может быть, где-то не добавляло нам плюсов в глазах журналистов, в глазах сообщества. Сейчас, я считаю, необходимо об этом рассказать. В первую очередь, это реализация программы «Профессиональный покупатель», в рамках которой за свой счет организаторы привозят в Россию более 600 туристических агентств со всей России от Камчатки до Калининграда. Это очень серьезный, кропотливый труд – собрать данные, организовать для них серьезную деловую программу, логистику их транспортного передвижения, размещение в гостиницах. Но самое главное, действительно, это деловой процесс, в рамках которого они встречаются глаза в глаза с поставщиками туристических услуг, с туроператорами и национальными иностранными офисами. Такой услуги не представляет ни одна выставка в России. Это очень затратная вещь, но это наш вклад в развитие малого предпринимательства в России, и мы, я считаю, можем по праву этим гордиться. Второе мероприятие, которое в этом году проводится впервые совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики и альманахом путешествия по России – это второй всероссийский конкурс детского рисунка. Давайте с вами поверим, что ребенка обмануть нельзя. И то, как он видит Россию – это действительно лучшее продвижение наших с вами ресурсов в глазах иностранного сообщества. рисунки необыкновенные. Приходите, пожалуйста, в зиму зале будет развернута экспозиция победителей. Конечно, это малая толика того, что удалось выставить, но картинки необыкновенные, добрые, наивные, очень светлые. Я считаю, что это лучшее, наверное, в момент продвижения России вот таким оригинальным способом. Мне нужно сказать, что это состоится в день открытия, где-то в 12 по 1, в день открытия выставки. Также в рамках выставки проводятся такие неординарные акции, какие-то впервые, какие-то повторно, в рамках которых будет организован сбор средств на содержание и лечение детей, содержащихся в детских домах, а также будет акция «Открой мир детям», которая как раз направлена именно на детей из детских домов. будет привезено два автобуса детей из детских домов, которые сначала посетят выставку и откроют для себя весь мир, всю Россию. Они же живут в замкнутых стенах, они не видят ничего, кроме себя и своего двора. Здесь они смогут познакомиться со всем многообразием как мира, так и своей собственной Родины. После этого мы их отвозим поесть и посещение цирка, но это как, так сказать, уже приветствие такое от организаторов выставки. Для туристических агентств проводятся серьезные мероприятия по поддержке и повышению их профессионального уровня. Это как правовые семинары по взаимоотношениям туроператоров и турагентов, которые мы проводим при помощи Российского союза туриндустрии. И также аттестация менеджеров туристических агентств. Это очень важные мероприятия, которые помогают в течение четырех дней качественно перейти на другой уровень, подтвердив свое профессиональное умение не только на словах, но и определенными сертификатами, ценность которых сейчас по приеме на работу и в наше дескосложенное время очень важна. Еще один проект, который я хотела бы осветить, он тоже впервые произойдет в рамках выставки «Инту маркет» – это презентация проекта «Welcome to Russia». Пожалуй, впервые сделана попытка аккумулировать все сведения о всех регионах России в рамках одного портала, и сделано это очень разумно и совершенно на ином, по сравнению с предыдущими попытками, качестве. Также будет проходить конкурс «Сокровища России». Все условия вы сможете посмотреть на сайте, если вам будет интересно. Обращаю ваше внимание, что это действительно уникальная попытка создания портала, который наконец даст полную картину туристических возможностей России как для самих россиян, так и для иностранных участников. Спасибо. Как вы относитесь к развитию агробизнеса и какие перспективы этого очень перспективного направления? Пока, к сожалению, в России данный вид туризма развит слабо. Он у нас в общей статистике занимает всего-навсего от одного до двух процентов. Перспективы огромнейшие. И, соответственно, развитие определенных видов туризма обязательно подтягивает за собой и развитие агротуризма. К сожалению, среди россиян пока эти виды туризма еще недостаточно востребованы, больше востребованы зарубежным туристам. Но, тем не менее, время идет к тому, что, соответственно, и россияне сейчас многие начинают интересоваться именно этими видами туризма. Вот приводили мне пример совсем недавно про Вологодскую область, про прошлое лето, когда, в общем-то, очень много москвичей, которые захотели, в общем-то, снять буквально частный сектор, не имея возможности снять гостиницы, соответственно, с удовольствием там занимались, в общем-то, агротуризмом в малом бизнесе. Поэтому я полагаю, что это перспективный вид туризма, он очень перспективен как в центральной части России, так и в Алтайском крае, во многих других регионах. И, соответственно, я полагаю, что субъекты Российской Федерации, которые сейчас создают туристские кластеры, в ряде регионов будут именно созданы кластеры с учетом именно развития агротуризма, развития сельского хозяйства, развития, в общем-то, значит, экологического туризма. И рядом с экологическим туризмом, конечно, будет и агротуризм. Социальный портал Байкерспаблик. У меня вопрос к Ольге Викторовне и, наверное, к Надежде Александровне. Я хотел бы узнать, представлены ли будут на выставке регионы Северного Кавказа, Республики, Дагестан, Чеченская Республика, Осетия, Северная. Вы, наверное, удивитесь, но в этом сезоне все республики данного округа подтвердили свое участие, в том числе и Ингушетия, и Чечня. И, наверное, в этом есть некая правда, что им тоже хочется, чтобы о их красотах узнавали не из сводок новостей, когда что-то случилось, а из окон туристических автобусов. То есть, в общем, наверное, как они смогут, они представят свои возможности и культурного отдыха, и этнические какие-то свои традиции, которые действительно там развиты. Дагестан у нас всегда принимал участие, и это одна из самых ярких экспозиций. Они, так сказать, только в этом году увеличились. А вот те самые горячие точки, которые вы перечислили, они участвуют впервые. Но я считаю, что это очень правильная тенденция, потому что их надо выводить из состояния горячих точек в культурных ценностях России. И тогда у меня продолжительный вопрос к Надежде Александровне. Предусматривает ли федеральная программа по развитию въездного туризма какие-то меры по развитию туризма как раз вот в этих регионах? Что касается программы развития внутреннего въездного туризма, она, в общем-то, предусматривает... Значит, в нее могут входить все субъекты Российской Федерации, которые выполняют те требования и условия законодательства, которые разработаны и предусматривают вхождение в федеральные целевые программы. Но, кроме этого, я хотела бы сакцентрировать внимание на то, что по Северному Кавказу принято, значит, отдельное постановление правительства, в рамках которого создано 7 туристко-регуляционных зон. И, соответственно, в общем-то, в рамках реализации, значит, программы по обустройству туристко-регуляционных зон Северного Кавказа, Краснодарского края и Адыгеи, вот, соответственно, в рамках этой программы тоже будет создана определенная курортная территория. А скажите, пожалуйста, когда будет объявлен конкурс вот на участие в федеральной целевой программе как бы для следующей группы проектов региональных? И сколько вообще их может быть? Что касается федеральной целевой программы, то, соответственно, есть законодательные акты и, соответственно, подзаконные акты, такие как постановление правительства, в рамках которых прописаны требования по вхождению в федеральные целевые программы. Значит, при создании федеральной целевой программы, я уже говорила, что у нас использован кластерный подход, то есть создаются определенные туристские кластеры. Для формирования таких туристских кластеров, в общем-то, для того, чтобы региону войти в федеральную целевую программу, необходимо выполнить основные требования. Одним из основных требований является наличие своей региональной программы, в рамках которой предусмотрено определенные бюджетные средства на развитие данных туристского проекта. В программу должен быть включен обязательно данный туристский проект, про который идет речь по финансированию. У региона должен быть обязательно инвестор, с которым должны быть заключены соответствующие соглашения. Значит, кроме этого, для вхождения в федеральную целевую программу должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация, касающаяся земляотвода или других нормативных документов. Поэтому после того, как регион выполнил все эти требования, подготовил всю необходимую документацию, он вносит ее в Министерство спорта, туризма, молодежной политики. В Министерстве спорта, туризма и молодежной политики создан экспортный совет. Поэтому решение принимается коллегиально. Поэтому экспортный совет рассматривает непосредственно представленный проект, дает ему оценку эффективности обустройства такого проекта. И, соответственно, дальше принимается решение по включению такого проекта в федеральную целевую программу. Что касается финансирования федеральных целевых программ, то я вам сказала, что бюджетные деньги предусматриваются только на обустраивающую инженерную инфраструктуру. Что касается объектов показа, объектов туристского комплекса, все эти работы проводятся за счет внебюджетных источников в рамках государственного частного партнерства. Значит, соответственно, первое заседание экспортного совета было проведено. Отобрано 8 проектов в 6 регионных субъектах Российской Федерации. Соответственно, планируется проведение второго этапа экспортного совета, как только поступят эти проекты из регионов. Пока те 257 проектов, которые были представлены на первом этапе, они требовали всей серьезной доработки. На сегодняшний день у нас поступило 2 региона. Вы знаете, вот сейчас нет смысла называть регионы. Почему? Потому что экспортный совет должен еще рассмотреть эти проекты. Соответствуют они или нет. Поэтому называть сейчас, что поступили, в общем-то, проекты. Ну, поступили, а дальше-то что? Поэтому как только будет проведено заседание экспортного совета, и отобраны будут проекты, мы обязательно о них объявим. Вот все-таки по ситуации с внешним рынком, вот этим летом куда люди поедут отдыхать, какие будут топовые направления, и опять же, какая будет ситуация ценовая? То есть, возможно, из-за того, что сейчас такая ситуация на Ближнем Востоке, и туроператоры должны тратить больше денег, будут какие-то изменения в цене? Ну, страны, те, которые сегодня охвачены этим волнениями массовыми, вот этим, называют революционным процессом, по-разному. Короче, те обострилась политическая обстановка. Это в основном страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые в России являются все-таки скорее зимними направлениями. То есть сейчас сезон, ну, он еще продолжается, но постепенно подходит к концу по этим направлениям. Мы видим, что эти события уже сыграли на руку другим, в том числе зимним направлениям, и Эмиратам, и Таиланду, и целому ряду других. И очень в этом смысле повезло Каж Турцию с ее межсезонем, которое давно раскручивалось. Вот так вот сейчас стимул получили очень сильный, попреснули события в потоке. Поэтому ясно, что если события... Вот если они пойдут на спад достаточно динамично, во что, конечно, хотелось бы верить, но мы политическими прогнозами не занимаемся, то возникнет, скорее всего, наоборот, эффект отложенного спроса. То есть произойдут некие компенсационные всплески, которые, правда, скорее всего, будут погашены сезоном, потому что они не успеют это реализоваться. Насколько они перейдут на следующий сезон, жизнь покажет. Если события будут продолжаться, то мы получим устойчивые тренды смещения турпотоков в Европу, в том числе и на дальние экзотические дестинации, которые тоже получили свою часть пирога в результате этого вынужденного временного передела рынка. Мне кажется, что это очень интересная тема с точки зрения моделирования ситуации прогноза, и, может быть, даже в рамках интермаркета или так далее будет на какой-то из площадок экспертных обсуждаться вот эти вот тренды. Я думаю, что тема... Самое интересное, насколько это долгосрочно. А это покажет дальнейшее развитие политических событий. Но, видит Бог, рынок они не по дороге. С точки зрения цен, скорее всего, они будут работать все-таки в сторону увеличения цен. На путешествия с этим ничего в данном случае не поделаешь. Но еще опаснее тенденция в этом смысле роста цен на топливо, чтобы мы не получили ту ситуацию, которая была в 2007-2008 годах, когда те же авиакомпании начинали поднимать по заключенным уже договорам цены в канун высокого сезона. Вот сейчас на примере майских праздников все станет ясно, насколько они вернутся к подобному празднику. Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые приняли участие в сегодняшней пресс-конференции. Я хочу поблагодарить за интересные вопросы, которые, в общем-то, были заданы в рамках сегодняшней пресс-конференции. Я хочу поблагодарить всех участников и организаторов данной пресс-конференции. И надеюсь, что мы с вами вместе сможем именно провести замечательно наш интермаркет международный, создать именно ту площадку, где туристический бизнес действительно сможет получить довольно-таки высокий результат. И от этого получит не только сам бизнес, в общем-то, положительный эффект, а в первую очередь получит непосредственно эффект наши граждане-туристы. Спасибо. 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 Спасибо.